Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия, а значит мы с вами сегодня разговариваем о растениях. Как часто наши садоводы-любители, цветоводы, правильнее, любители, посадив растения у себя дома или купив, забегавшись, много хлопот, современная жизнь, это очень интенсивная жизнь, забывают и о растениях, поливают неравномерно, нерегулярно, и как следствие растение гибнет, сплошное расстройство, а цветы мы любим, и что же делать? Значит, нужно выбрать такие растения, которые были бы минимально требовательны, но при этом бы сохраняли красивый вид как можно дольше. И мы для вас подобрали топ-5 таких растений неприхотливых, которые выживут даже в самых сложных комнатных условиях у самых забывчивых хозяев. И на первом месте это, конечно же, кактусы и прочие суккуленты. Можно сказать, что они живут вообще в более жестких условиях, чем мы можем создать у себя на подоконнике, но, как говорится, пределы человеческих знаний, умений, навыков не ограничены ничем. Видела засушенную до состояния полупрозрачности цереуса монстрозу, которую забыли поливать летом на лоджии, но тем не менее часть ее все-таки умудрилась выжить. Итак, самые неприхотливые кактусы. Пустынные условия жизни, недостаток влаги, которая появляется в виде дождя, но в лучшем случае пару раз за год, делают их самыми устойчивыми растениями. И это не только кактусы. Это все суккуленты, то есть растения засушливых мест обитаний. Это эхеверии, это различные солянки, это алоэ, агавы, хавортии, все те, которые обладают мясистыми толстыми листьями для запасания воды. И каждый полив они воспринимают прям как дар божий, понимая, что хозяин может забыть полить в следующий раз, и запасаются впрок. Здесь вот как раз из группы суккулентов второй по выживаемости товарищ – это наше алоэ. Постоянный обитатель подоконников не только бабушек, но и многих мам, потому что его листья – это источник очень ценных веществ. Мы используем алоэ и как лекарственное растение для себя, и как прекрасный естественный биостимулятор для своих комнатных растений, для семян, как косметическое средство. Я вообще считаю, что хорошее алоэ, здоровое алоэ должно быть на каждом подоконнике. Плюс, опять же, его неприхотливость. Более того, замечено, чтобы листики алоэ накопили как можно больше биологически активных веществ, растению нужно устроить стресс. Или, как мы обычно делаем, срезать несколько листиков и положить в темное место, лучше всего в холодильник, где они под влиянием вот этого стресса вырабатывают больше всего биологически активных веществ, можно сказать, активизируются. Ну и, соответственно, лекарственные свойства таких листочков резко возрастают. Кстати, алоэ бывает очень много разных видов. Они отличаются и формой листа, и размером, и цветом. Вот здесь у нас алоэ с пестринками. Классический столетник имеет светло-зеленые листья. Алоэ вера более темные, темно-зеленые листья. Самое лекарственное из всех видов алоэ. Еще одно очень приспособленное к нашим квартирным условиям растение – это сансеверия. Мы уже рассказывали о ней в одном из наших роликов. Я просто хочу добавить, что какие бы условия вы ей не создавали, она не вынесет, пожалуй, только одного регулярного залития. А вот с недостатком влаги оно справляется на ура. Более того, это растение, будучи в состоянии такого засушливого содержания, как раз и может зацвести. Когда у него все хорошо, оно прекрасно размножается вегетативно, разрастается, гонит листву, а о цветах забывает. Но стоит ее не полить месяцок-полтора-два, как она тут же задумывается о том, что надо бы ей и семенами размножиться, и цветет. Кстати, аромат у этой красавицы очень-очень приятный. И когда у нас однажды зацвела сансеверия, мы обнаружили это именно по запаху, а не потому, что заметили сами цветы. И, кстати, вот это вот растение, оно выживает у нас вот здесь, в съемочной студии, куда обычно люди заходят только для съемок, его могут не поливать неделю-две, то и больше, и оно, тем не менее, видите, выглядит очень даже презентабельно. И еще одно растение, обычно оно ассоциируется тоже с нашими родителями, с нашими бабушками, дедушками, это аморилисы и гипиаструмы. Мы часто путаем этих два разных вида растений, поэтому не буду вдаваться в систематику, хочу отметить только одно. Благодаря огромной запасающей луковице и особенностей биологии, им как раз очень даже желательно устраивать длительный засушливый период, чтобы оно бы сбросило все листья, ушло на покой. Желательно луковицу задвинуть в какое-нибудь очень теплое место. Я вот своих товарищей обычно отправляю, чтобы спровоцировать закладку бутонов, под батарею, там где пожарче. И потом они очень бодро даже зацветают. Так вот, у меня даже на работе был случай, когда я решила ввести свои аморилисы, которые росли в большом горшке, им было очень тесно, в такое состояние покоя, чтобы они сбросили листья, а потом их рассадить. Поставила маленькую такую этикеточку-напоминалочку, аморилисы не поливать, ждут пересадки. Вставила в горшок, поставила горшок на подоконник другим растениям, честно, я про них забыла. Другие их тоже не поливали. Когда через год я обнаружила этот горшок, задвинутый всякими фикусами, кактусами и прочими, я думала, что там уже ничего не осталось. Однако, вытряхнув землю из горшка, я обнаружила множество луковиц разного размера. Конечно, внешние чешуи у них многих уже рассыпались, просто стали такими сухими. Растение вытянуло из чешуй все, что можно. Но, будучи пересажены, каждый в свой маленький хорошенький горшочек, в новую свежую почву, аморилисы резко проснулись, выбросили листья, выбросили стрелки и зацвели. Вот и представьте себе, мы им тут устроили вообще полную пустыню, а они к этому отнеслись еще и с благодарностью. Но это не значит, что мы не должны его вообще поливать, особенно когда он выдвигает стрелку, формирует листья. Им обязательно в этот период нужен полив. Редкий, но обильный. И, наконец, самый завсегдатой всех офисов, контор, общественных помещений и квартир, а также лестничных площадок – это фикус Бенджамина. Конечно, можно погубить и его, но это надо постараться. Единственное, что он не любит – это сухой воздух и может сбрасывать листья. Но как только влажность воздуха в помещении меняется, новые листья тут же появляются. Он прекрасно выносит и запыленность, и недостаток света, недостаток полива. Можно сказать, практически полное отсутствие ухода и тем не менее продолжает расти и радовать своим жизнерадостным видом хозяев. Кстати, практически все из этих растений, особенно фикус, алоэ, а также такой завсегдатой подоконников крайне живучий хлорофитум, отличаются тем, что они способны поглощать из атмосферы, из воздуха в нашем помещении, очень много разных примесей, различных вредных веществ. Нас окружает очень много пластмасс, разных синтетических материалов, и они все, мы можем даже это не чувствовать, они все выделяют в воздух различные вещества. Это могут быть фенолы, это могут быть диоксины, к сожалению. ПВХ, которое у нас очень распространено в отделке, выделяет диоксины, а это не есть здорово. Так вот, многие из этих растений прекрасно их нейтрализуют, поглощают, перерабатывают, тем самым оздоравливая воздух и благоприятно влияя на состояние хозяев. Согласитесь, гораздо приятнее иметь дома в качестве очистителя воздуха вот такое живое, живущее, растущее растение. Поэтому, если вы занятой человек, у вас интенсивный ритм работы и некогда висеть над каждым растением, буквально как вертолет, обратите внимание на самые неприхотливые комнатные растения, на суккуленты, кактусы, алоэ, фикусы, аморилисы, сансевьерию и прочие хлорофитумы. При минимальном уходе, при минимальном, но регулярном поливе они будут радовать вас своим внешним видом. А если вы время от времени будете их проливать профитом сенная палочка или профитом триходерма, которые повышают устойчивость, повышают иммунитет растений, выносливость, то поверьте, радовать они вас будут еще долгие и долгие годы. С вами была Юлия Кондратенок и канал Процветок. Смотрите наши ролики, ставьте лайки, задавайте вопросы, выдвигайте предложения, ну и, конечно же, процветания вам и вашим кактусам.